Ещё раз я хочу сказать, спасибо вам большое и большое, и всем пожелаю вашего здоровья вам, на расставление оптимизма. Если бы у меня не было оптимизма, я бы не сделал столько. Так Юрий Егорович Бралгин отмечал свой 80-й юбилей на прошлой юбилейной выставке в родном городе Бийске. Пять лет назад его поздравляли коллеги-художники, администрация города, почитатели творчества. Давно я мечтала сделать выставку нашего замечательного художника Юрия Егоровича Бралгина. Повод к тому – его юбилей. 25 июня ему исполнилось 85 лет. Художник жив-здоров, ещё работает. И сам Бог велел сделать эту выставку. Несмотря на отсутствие автора в связи с возрастом, торжественное открытие выставки в Барнауле состоялось. Поклонники творчества заслуженного художника России и народного художника Республики Алтай смогли увидеть и хрестоматийные, по словам организаторов работы, уже опубликованные ранее, и редкие, малознакомые из частных коллекций. То, что мы транслируем в галерее Туриногора – это из собрания семьи. Их любезно мне предоставил его сын Егор Юрьевич Бралгин. Мы вместе, так сказать, всё это отбирали, планировали, оформили, потому что очень много графических листов, гуашевых листов, авторская линогравюра и так дальше, они лежали, ну, так сказать, в папке листами, неоформленные. Мы всё это оформили. Ну, определённую часть, конечно. Это медаль Алтайского края, удостоверение подписано губернатором Алтайского края, то есть это высокая награда за заслуги перед обществом, медаль. Она вручается Юрию Египетровичу Бралгину. Ну и, безусловно, нет, я думаю, что ни у кого сомнений, что вклад в культуру и заслуги этого человека перед обществом очевидны. Здесь собраны работы разных жанров и всех творческих периодов Бралгина. Живопись, графика, гравюра, роспись по камням, произведения в виде ваз и разной утвари. Эксперты признают, каждая работа пронизана особой любовью к человеку и миру. Он создал такой свой космос, вот такое дем, такое райское место. Ну, а, так сказать, персонажами и поводом для него послужили вот наши соседи. Республика Горная Алтай, куда он часто ездил, постоянно дружил с этими людьми, куда он выезжал на пленеры. И, с одной стороны, это, в общем-то, настоящие герои его произведений, да, а, с другой стороны, все равно это обобщенные образы. Бийск вообще же особая территория. Вот он такая точка, которая соединяет, скажем так, русскую землю и вот этот вот потаенный Алтай, соединяет нас по чувствованию травку с горным Алтаем. Ну, и Браугин, который живет и работает в Бийске, он, получается, впитал в себя сочетание вот этого алтайского, этнического духа, в то же время каких-то таких отечественных традиций. Так художник сохранил собственные чувства и ощущения мира вокруг в картине, и смотрящий на нее легко их считает. Выставка в галерее Турина гора будет работать до 20 августа, а после картины или вернут прежним владельцам, или раскупят новые. Так что у жителей Барнаула еще есть время увидеть шедевры своими глазами. Дарья Ерошина, Алексей Фризин. День с толком.